Добрый день, Владимир Самородский. Рад приветствовать на канале ТОП САД. Приближается дожданный Новый год. Почитаем всеми народами, всеми странами, континентами. Все стараются прикрасить свой дом, свое место рабочее, создать настроение праздника. И мы также хотим немного порадовать вас красотой и волшебными красками природы, которые нас все ждут в новом счастливом 2017 году. Форзиция, многолетний декоративный кустарник, порадует вас своим цветением уже в апреле. Яркое, золотистые и желтые цветочки распустятся на стеблях, а вот листья появятся позже, после окончания цветения, не осенью. Это уникальное растение. Сначала цветет, а потом, нет, не падает, а потом появляются листочки. Форзиция – это лучи оптимизма и скорого процветания, не оставив равнодушным даже самого заскорузлого скептика. Форзиция прекрасна после зимы, когда многие деревья еще без листвы. Яркое цветение, форзиция великолепно украшает сад каждого предприимчивого человека. Позреплодник ябла – очень эффективное, быстрорастующее растение, декоративен. Весь вегетативный период своей листвой и цветами, и плодами украшает сад. Окраска листьев бордово-фиолетовая с белыми пушистыми соцветиями на первом году особенно нуждается в регулярном поливе, имейте в виду. Диабло – неприхотливое растение, отлично подходит под ландшафтный дизайн, и как сольное растение, так и работает в комплекте. Но эффективно будет смотреться, как живая изгорь. Вообще-то, сама изгорь из него прекрасная. Красивый, плутный и легкий в уходе произведение искусства, ландшафтной архитектуры. Спирея серая. Серая, спирея – прекрасный листопадный декоративный кустарник, усыпанный белоснежными цветами. В народе его часто называют невестой. Мелкие белые цветки собраны соцветия, которые очень часто покрывают ветки, а дугообразные ветви склоняются к земле великолепными белыми кружевами. Спирея серая начинает цвести со второй половины мая, и цветение длится до 5-6 недель, и, конечно, заканчивается в конце июня. Я сказал о счастливом 2017-м году и как-то вздрогном от ассоциации 100-летней давности, буржуазной революции, большевистского переворота, террора, разрухи. Совсем недавно процветающие страны и грустно, но на поле неудач растут семена побед. И наоборот, добро побеждает зло. Порой требуется, правда, много времени, но обязательно побеждает, иначе бы мы с вами не появились на свет. Никто ведь не улучшит, наверное, нашу страну, кроме нас сами. Построят скоростные трассы, восток-запад, юг-север, обеспечат нашу каждую страну комфортабельным домом с прекрасным садом. У нас будет достаточно ресурсов, чтобы путешествовать, учиться, созидать и, конечно, не болеть. Наши соседи будут друзьями, и уж никому не придет в голову брать чужое и лишать проблемы грубой силы. Интересна ваша точка зрения. Посмотрите, пожалуйста, анкету в правом верхнем углу, заполните ее, мы будем счастливы ответить на ваши вопросы. Удачи на даче, Владимир Самородский, Топсад.